День добрый, мои дорогие. Называемся Вячеслав Заруцкий. Учекуем, учекуем, взросли, чтобы рассказать правду о том крае. В последнем голосовании голосовалось на темат «Для чего Захуд заздросный о России? Сонда на улицах Москвы». Одразу хочу сказать, что будем смотреть фильмы с канала «Что делать?». Не есть это реклама ТГ-канала. Они даже не везут, что смотрим их фильмы и не достанут за то вынаградзение. Начинаем. Завидует ли Запад России? Втайне. Втайне завидует. Как? Я думаю, что да. Завидует русской душе и богатству нашему духовному. Российская душа может толеровать панство, не остается еще над людьми. Как можно чего-то таке кусо заздросчить? Запад нам еще как. А как вы считаете, в чем он нам завидует? Во всем. Например. Во всем. А вы как считаете, завидует ли России Запад? Завидует. Завидует нашей силе и непобедимости. О! Чипа не в огуле читает ведомость из войны, не? Во всем завидует. И нашей душе русской. Потому что такой душе нет на Западе. У них все зачесано на деньги. А мы умеем любить, прощать, радоваться даже по мелочам. Выехаем из России и россияне через 9 месяцев ми не выбачили. Хоча ж есть им только звыклым человеком, который выехал из России. Запад? Ну, как вам с этим? Завидует, наверное. А как думаете, в чем? Во всем. Например? Ну, например, то, что у нас безработица большая. Ясно? Еще что сказать вам? А еще в чем завидует? Ну, в чем завидует еще? То, что мы, Путин сказал пойти на войну. А зачем это нужно? Кому это нужно? Что ж, то сарказм. Человек, который понимает, что Запад не есть заздростной России. Я считаю, что нет. А почему нечему завидовать? Почему завидовать? А как бы нам так сделать, чтобы мы стали такой процветающей, богатой страной? Вот что нам надо делать вообще для этого? Я вообще не знаю. Это геополитика ее. Никак. Так, не образованным людям, как... Не знаю, это пускай там думают. В России люди завси хчен, бы децюдовано за них. Сон они аполитичны. Нет, спасибо. Нет, спасибо. Всегда к нам очень предвзято относились, потому что считали, мы недостойны их наравне с ними общаться с Западом. Не, навет по аннексии Крыму немцы и Франция бардзо добже коммуникавао ще с Россией, с Путиным. И санкция мяло невелкий вплыв. Шлистцы выехали на вакации до Европы. Я в чаты заходила, в одноклассниках. Одноклассники то есть, как Facebook. Именно вот сподвигло меня чатиться из-за военных действий на Украине. Много людей, которые уехали туда, я считаю, просто они струсили, не поверили нашему президенту. А як можно ему зауфачь? Як? Не поверили власть нашу, которая сейчас у нас, в нашей стране установлена. А я считаю, если мы живем в этой стране, мы, прежде всего, должны доверить своей власти, своему президенту. А если Куаймя, як можем мы ему зауфачь? Як? И все шаги, которые он делал, он делал только во благо. Но нам снизу не всегда это понятно. А там сверху намного виднее, и все шаги продуманы, целенаправлены, все во благо людей. Запад завидует России или нет? Завидует ли нам Запад, вот, Россия? Нет, не завидую я Западу. Они сами загнивают. Запад завидует ли нам? Еще как. Еще как завидуют. Потому что нет такой в мире страны, которой бы нам не завидовали другие остальные страны. Потому что и у нас потенциал очень большой. А в чем проявляется зависть? То есть вот к чему конкретно они завидуют? Ну, во-первых, ресурсы наши, они намного больше, чем у них. У них вообще практически нет. Они зависят от нас. Поэтому они покупают у нас и нефть, и газ, и все остальное. И даже железо покупают. Окей. А где трофея импиньон за же с предажей засобов? Завидуют нашим ресурсом. Да, да, да. Они так и хотят, чтобы мы им все за бесплатно давали. А они не будут. Особенно Америка. Апад, да вы что? Очевидшая Америка. Америка тоже вы. Смешно даже, чтобы Запад завидовал России. Что нам делать вообще России, чтобы стать процветающей, богатой, свободной, цивилизованной европейской страной? Ну, воровать поменьше надо было. Покупать яхты. Добрые. Вот эти вот как раз деньги за нефть. Все ж куда-то шли. Чиновникам, которые обогащались. Надо было пускать на развитие страны. А если уже они все украли, построили себе дворцы в Геленджике, купили яхты. Нет, они себе за границей. Так все конфисковали у них там, все арестовали. У меня вопрос. Вот у нас страна, в которой нет денег, в которой полное выжженное поле политического нет ничего, свобод никаких не осталось. Вот что нам, простым людям, которые хотят жить нормально, хорошо в мире, в согласии, в любви и без вот воровской власти, что нам делать? Потому что делать ничего нельзя, за ответ сажают, на митинг нельзя. И вот как нам выживать и что делать вообще? Честно говоря, даже сама затрудняюсь на этот вопрос ответить. Но и протестовать, мне кажется, это надо, чтобы что-то такое глобальное произошло, чтобы люди поняли. Война то не есть глобальная. Что творится на самом деле. Надо, чтобы как-то до людей это все дошло. Ну а как? Сами, может быть, прозреют, когда сейчас какие-то события будут негативные. Война то негативная. Война то глобальная. Ну вот так я думаю. А долго ли нам ждать осталось для того, как люди все прозреют? Нет, люди еще не скоро прозреют. Не скоро вы смотрите, как народ зазомбирован. Люди, я просто вижу, когда все говорят, что правильно делаем. Ну как правильно? Ну вы сами посудите. Разве может в 21 веке быть что-то правильное? Вот спецоперация даже, назовем вот так. Что мы можем сказать? Разве это может быть правильно? Ну я не думаю, что Россия от этого станет богаче. Наоборот, беднее. Потому что санкции громадные. И то муве дорос у човек. Запад завидует России или нет? Хороший вопрос. Зайка не знаешь? Ну вряд ли завидует. Зайка. В каком смысле завидует или не завидует? Ну вообще вот в чем-то, в какой-то может быть области, в уровне нашей жизни, может быть. Нет, я знаю, что люди сюда приезжают некоторые, а им здесь больше нравится, чем у себя. Я знаю, что многие, которые уехали на Запад, они возвращаются, потому что та атмосфера им абсолютно не подходит. Ну, в общем-то, если человек где-то живет, он, наверное, адаптируется в этой среде и, скорее всего, в основном не завидует. Завидует, завидует, завидует. А в чем? Ну я не знаю, и земли хорошие, и все. Мне нравится Россия. Сплоченный. Президент наш нравится, мне Путин. Все вот эти, как ее, этот, еще, ну, по оружию им, как его, Шойгу, все хорошие, Лавров, мне нравится. Люблю Россию. Я россиянка, никогда бы ее ни на что не поменяла, вот честное слово, никуда не хочу. Мне очень нравится наш президент, я за него голосовала, и буду голосовать, и вся моя семья, и весь наш дом. Вот здесь, на пролетарке, тоже за него голосовал. Он справедливый, он правильный президент. Скажите, а завидуют ли нам Запад? Даже очень завидуют. Они завидуют нашей дружбе со всеми странами. Они завидуют... Завидуют ли Россия и Запад? А то как же. Они завидуют, конечно, завидуют. В чем проявляется зависть их? Отчевище. Как в чем? То, что у нас много полезных ископаемых. Нефти, газов. Все. У нас мы богатая страна. Увага, увага. Муви же естыщ мы богатым краем, але она спшедаем вожива на улице, робить что нелегально в России. А вшистку для того, же эмиратура в России есть бардзо невелька. Богатый край. Как думаете, в чем? Что мы такие сильные. И дружные. Ну, а как еще? В чем? Все у нас получается. И цо достаемы? Виньень, тылько еден обшар. Проша. Еден. Цо. Нечему нам завидовать. Что нам нужно делать в стране, чтобы мы, наконец, были процветающей, богатой, свободной страной? Вот что нам нужно всем делать? Даже трудно сказать. Чтобы у нас вот уровень жизни, как в Канаде, в Германии, как в той же Америке. Сменяемость власти должна быть. Тогда и будет уровень жизни. То есть право. Как мы можем сменить власть, если выборов, по сути, честных у нас нет? На митинги ходить это тюрьма, а за твит можно присесть на пять лет. Вот что нам остается делать вот тем, кто в России остался и кто хочет каких-то перемен? Даже не знаю, что делать. Уезжать с этой страны. Все, нет больше. Вариантов, мне кажется, нет. Завидуют ли Россия Запад? Не понял. Вот западные страны, они завидуют России или нет? Сложный вопрос. Сложный вопрос, не знаю. По ресурсам, да, скорее всего, наше богатоство. А остальное, не знаю. По уровню жизни, конечно, у нас намного меньше, вы сами знаете. Воевать мы не пойдем. Прошу напишите в комментариях, цо о тым сом джичи. Чинкую бардзу за обижение тегофильмика. Чинкую бардзу за субскруции на Патронайт. И до видзения в шестке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok